Музыка Накрутив на колеса 4,5 тысячи километров пыльных намибийских дорог, по длинному узкому выступу, называемому полосой Каприле, мы углубляемся в центральную часть Африканского континента. Музыка Наше путешествие продолжается. Нам предстоит ступить на земли Бацвана. Музыка В конце XIX века Георг Клео, граф фон Каприле де Каприле де Менте Пукове, немецкий военный и политический деятель, генерал немецкой армии, преемник Отто фон Бисмарка на должности канцлера Германской империи, после утомительных переговоров с британцами произвел территориальный размен, в результате которого Германия получила узкую полоску африканской земли длиной 450 километров и переменной шириной от 32 до 105 километров. Столковавшись с англичанами, определили и с восточными границами немецкой колонии, проведя ее по линейке на карте. Вот почему у стран Намибии и Бацваны такие неестественные прямые линии границ. Итак, из Намибии, по прямой как стрела идеальной дороги полосы Каприле, мы движемся в Бацвану, далеко не самую популярную из африканских стран. Многие ли знают о ней? Хорошо, что если вообще кто-нибудь может вспомнить, что она в принципе существует. Поэтому неплохо было бы получить хоть какую-то информацию о том, что нас все-таки ждет. Близко лица и англичанами отличаются приятной интимной атмосферой, Роман Германович. До этого нам красивые номера рядом с тихим садом, на берегу реки, стильные, комфортабельные, без чрезмерности. Бар и ресторан один из лучших в Касане. Михалыч! Поставай, как серный нож! Вот такой я сижу на кишолке, рубил как серный нож. Покинув гостеприимную Намибию и оставив за спиной 200 метров моста через реку Чоби, каждый автомобиль обязан пройти процедуру форсирования небольшого рва с неким химическим раствором. Это так называемая санитарная обработка колес. Сейчас будем в Боцвану приезжать, виза оборудована. При въезде в Боцвану на срок до 90 дней виза не нужна. Однако не избежать не только проверки документов, но и санитарного контроля. Запрещается перевозить через кордон и животных, и фрукты, и мясо. Именно так правительство ставит заслон инфекции и всякой привезенной извне зарази. КОНЕЦ Все это происходит на границе. Но чтобы наконец по-настоящему ступить на землю Боцвана, необходимо в этом тазике обработать всю имеющуюся обувь, которая так или иначе касалась дорог Намибии. Надо на выезде и завтракать так делать. Переметь он, скажите. Ну вот, наконец, пережив процедуру иммиграции с ее формальностями, мы едем по территории Боцвана. Боцвана. 70% ее территории – пустыня Калахари. Трава, выгоревшая на солнце. Суровое и засушливое место. Поэтому на гербе республики значится поло, что означает «пусть будет дождь». Этим же словом люди приветствуют друг друга. Это полный энтузиазма клич ботсванских болельщиков на футбольных матчах. Такое же название носит и денежная единица страны. Субтитры создавал DimaTorzok. Каких-то особых достопримечательностей, кроме дикой природы у Боцвана нет. Пятая часть ее территории до сих пор не затронута цивилизацией. А почти 17% страны приходится на долю национальных парков и заповедников. Силу ограниченности времени начинаем наше путешествие с сафари по реке Чоби. Скоро Анголы на юг Боцвана через Каприри течет река Квандо. В какой-то момент она начинает дробиться на множество водных рукавов, образуя болото Линьянти. Пройдя испытания пленом тростника, она превращается в Линьянти. Под этим названием она течет, пока не достигает Нгома, а затем река получает новое имя Чоби, под которым присоединяется к могучей реке Замбези, выше водопада Виктория. В ноябре 1853 года, когда экспедиция Давида Ливингстона исследовала эти места, он так писал о Чобе. Ее глубина от 13 до 15 футов, и она достаточно широка для того, чтобы по ней могли плавать пароходы. Но та внезапность, с которой возникают ее повороты и извилины, серьезно осложняет навигацию. Однако, стань однажды эта страна цивилизованной, тогда река предстала бы естественным и удобным каналом. Но на водной глади и сегодня пароходов не видно. Только маленькие катера скользят вдоль реки, которой по-прежнему правят крокодилы и бегемоты. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, жизнь в этих местах кипит напряженная. Река и ее берега дают пищу и маскировку многим животным и птицам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Львы – единственные животные отряды кошачьих, которые живут в стаде. Охотой, как правило, занимаются львицы, а самцы лишь питаются добычей. С рождения у львов грива отсутствует. С возрастом она отрастает и имеет влияние, когда самки выбирают партнеров. Ведь лев с пышной гривой выглядит куда более опасным и имеет больше шансов отстоять свою территорию от чужаков. Скорее, она и предназначена для того, чтобы защитить шею животного от укусов во время схватки с другими животными. Жертвой очень часто становятся копытные животные. Тихо подкрадываясь на достаточное для прыжка расстояние, львы в одном рывке оказываются около жертвы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Явным признаком чьей-то удачной охоты является большое скопление машин в одном месте. Осталось только протиснуться через это столботворение и занять наиболее выгодное для обзора место. Но это целиком и полностью зависит от мастерства водителя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так действует неопровержимый закон природы, выживает сильнейший. Для кого-то этот день стал последним, а для кого-то жизнь продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok Наше пребывание в Ботсване заканчивается, но путешествие продолжается. Наш путь лежит в Замбию. Граница между Ботсваной и Замбией самая короткая в мире, всего 700 метров. И все потому, что между странами протекает река Замбези. Каждые полчаса через одноименными причалами Казункала следуют паромы, перевозящие все подряд, от пассажиров до грозовиков и контейнеров. А посему до скорой встречи в Замбии! Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok